...конкурсного отбора 2020 года, который будет получать субсидии в 2021 году на реализацию проекта, должны будут тоже до конца года встать в соответствующий реестр для того, чтобы мы имели возможность заключить соглашение и профинансировать. Соответственно, в течение 2020 и 2021 года это для тех материальных парков, которые хотят претендовать на получение субсидии в 2022 году, потому что конкурс 2021 года мы уже будем проверять все годовые заявки по соответствующим требованиям реестров. То есть мы даем сейчас отложенный такой период, по сути, полтора года для того, чтобы все с этой мыслью свыклись и провели соответствующую предательную работу, но 2021 год конкурсный отбор мы уже будем сверять по соответствующему реестру. Ну и, соответственно, те, кто дальше будет подаваться на 2022-2023 год, это будет обязательным требованием. И хочу вам напомнить, что 2023 год – это последний год, когда мы финансируем. То есть 2022 год – это последний год, когда мы отбираем проекты, 2023 год – мы последний год, когда финансируем. То есть, соответственно, в 2022 году, если мы приходим на новые проекты, это должны быть только те проекты, которые завершатся в течение этого года. Потому что финансирование в 2024 году – это не моя бредность, это объективная бредность. Но, имейте в виду, все-таки для общего… Рамках национального проекта. Да, то есть, с учетом того, что срок национального проекта его реализации – 2024 год. То есть, если он не будет продлен дальше, а для того, чтобы показатели и соответствующий эффект вошли в зачет национального проекта, и, соответственно, 2023 год – он последний год. Это с точки зрения того, как будет проходить у нас аккредитация. Про создание совместной международной рабочей группы коллеги рассказали. То есть, это действительно… Наши задачи мы как обсуждали, что мы на своем примере попробуем действительно сделать, так, чтобы и вам было комфортно, и нам было комфортно. А потом эти методические рекомендации в каком-то виде отдадим другим ведомствам, то есть, как организовывать такую совместную работу, для того, чтобы на федеральном уровне действительно все было одинаково. Вот такой вот важный момент. Все знаете про то, что в прошлом году у нас появилось 10 регионов с особым статусом. У нас в 316-м постановлении на сегодняшний день им действительно дан особый статус. То есть, они у нас идут вне отбора, вне конкурса, а по заявительному порядку. То есть, если они захотели у всех территорий создавать промышленную инфраструктуру, они не участвуют в рейтинге, а мы их просто берем на финансирование и с ними работаем. Таких регионов у нас 10. Из-за этого, к сожалению, мы должны немножечко ужесточить требования по всем остальным. Все остальные проекты, по всем остальным проектам мы будем предъявлять повышенные требования с точки зрения доли вне бюджетного участия и экономических показателей этих промышленных партнеров. К сожалению, очередной конкурсный отбор на 2021 год мы планируем запустить в апреле. В апреле всем объявить, подробно, как обычно, спустить рекомендации, какой-то там пакет документов. И с учетом той работы, которая у нас с коллегами по инфраструктуру будет проведена, соответственно, мы тоже вас об этом проинформируем, как мы будем уже и проводить рассмотрения, и какие у нас будут совместные мероприятия. Так, однолетним проектом, правда, я сказала. Да, у нас присутствует обязательно, конечно, тоже оцифровка всех мер поддержки. Коллеги рассказали про КИСИП. Старе всего, у нас наша платформа тоже будет выкатрирована с этой системой, потому что мы точно знаем, что наша задача в плане создания платформы для предпринимателей и сделать максимально удобным пользованием теми мерным поддержками, площадями, там, имуществами, которые сегодня находятся в интересах малого бизнеса, удобным, прозрачным, объективным, актуальным. То есть, вот, соответственно, если мы с вами сумеем наладить актуализацию в онлайн-режиме сведения о деятельности ваших парков в системе КИСИП, это существенно облегчит резиденту успеха в МСП, кто ищет для себя отходящей площади, в поиск нужного, соответствующего требования к помещению. Ну и, соответственно, для вас это, на мой взгляд, дополнительный канал информации о том, что вы имеете на сегодняшний момент, и привлечение резидентов, собственно, тех, которые управляющей компанией являются частными, это ваш бизнес, это ваша прибыль, и я думаю, что вы в этом неинтересованы. Я вот это пролистаю на программе годного кредитования, Денис сегодня принимал вопрос о субсидировании процентной ставки, я остановлюсь тоже поподробнее. У нас в прошлом году, во втором полугодии, были внесены изменения в 1764, это программа годного кредитования по ставке 8,5, и управляющие компанией парков, которые являются объектами малого и среднего предпринимательства, имеют возможность теперь получать годные кредиты по ставке 8,5 на оборотные или инвестиционные цели. То есть туда добавлена сфера деятельности строительства, цель передачи в аренду, соответственно, это дает вам возможность управляющим компаниям обращаться в банк за кредитами в моей программе. Это первый момент. Второй момент, с учетом того, что вы включены в качестве категории заемщиков, сейчас принимаются изменения в постановлении в части возможности рефинансирования ранее полученных кредитов по ставке 8,5%. То есть если вы когда-то взяли кредит о ставке выше, чем 8,5, вы можете обратиться в заемщик, в банк, участвующий в программе, она, помню, больше 90 на сегодняшний момент, в том числе и региональной банке, для того, чтобы рефинансировать кредит и снизить свои ставки до 8,5%. Поэтому внимательно, пожалуйста, изучите это постановление. Это действительно возможность для вас привлечения дорогих в бизнесе ресурсов на осуществление вами основной деятельности. Хорошая тема. Я просто к тому, что, может быть, преждевременно говорить о том, что необходимо вернуться в программу субсидирования. Надо посмотреть, как будет работать механизм, чтобы кто-то попытался либо по одной линии, либо по другой линии поучаствовать. Мы поймем, есть ли у нас какие-то барьеры, и отсюда уже будем искать решения. То есть либо закручивать на 64, либо с банками какую-то работу проводить, либо действительно думать о каком-то новом направлении. У меня такая просьба. И еще один момент. Мы в прошлом году с парками, со многими, с резидентами обсуждали новый кредитный продукт рабочим названием промышленные патенты. То есть когда дается кредит резиденту под создание, под будущую вещь, то есть создание будущего издания, под залог. Мы проработали с банками. Конечно, это предполагалось, что это будет непросто, но на самом деле есть банки, которые готовы, которые говорят о том, что у них в рамках действующих кредитных продуктов возможен уже на сегодняшний момент, такое финансирование, или готовы рассмотреть. Готовы рассмотреть. Это в том числе банки, которые участвуют в программе 1864, то есть это «Газпромбанк», «Газпромсвязьбанк» и, соответственно, «Сбербанк». Три банка, которые ответили о том, что они готовы рассматривать такой вариант. Поэтому, у кого резиденты давали вопросы, или кто сам прорабатывает, можно на региональном уровне выйти на эти банки и с ними пытаться какой-то продукт проговорить. Мы просто думали, что нам может потребовать какие-то изменения вносить в наши адаптивные документы. Мы когда с банками пообщались, поняли, что какой-то отдельный необходимости нет. Это может быть участие в программе годного плитрования, но с акцентом на резидента промышленного парка. Либо по каким-то другим линиям. Там же может участвовать гарантийная поддержка либо корпорации, либо региональной гарантийной организации с соответствующим обеспечением. Ну и, в общем, кто попробует, сообщите нам, пожалуйста. Нам это тоже нужно для отложки продолжить, если необходимый диалог с банками. Все, спасибо за внимание. Я тоже готова еще раздержаться на 10-20 минут и ответить на вопросы остальные вести. Спасибо. А можно я чуть-чуть дополню, пока вопрос от этой темы далеко не дошли. Раиса Анатольевна довольно-таки подробно рассказала, как будет расширяться отпор эконом-развития и необходимость включения въезда. Мы здесь чуть-чуть, поскольку федеральный, я сейчас поюз обсудаю, но очень не менее важна границионная региональная поездка. А именно налоговые годы, я уже в своем уступлении сказал, что многие парки их получают, которые у нас уже аккредитованы. Мы здесь также те, кто не аккредитованы. И здесь, чтобы не возникла проблема, когда сейчас проверяющие органы идут и смотрят предупрежденные полосы поручения проверить аккредитацию, в том числе она будет касаться и того, кто в регионе получает налоговые годы, и не аккредитован, и, сусловно говоря, не включен греческому министерству. И прецеденты, в принципе, такие же есть у нас здесь официальный парк Станкомаш, с которым была академия, вообще говоря, ситуация, связанная с тем, что площадь аккредитованная парка оказалась меньше, чем та, на которой была расширена налоговая льгота по региональному закону в Чарльз-Области. Соответственно, налоговая за те годы, которые они получали на эту территорию, не аккредитованную налоговую льготу, отознала все налоговую льготы вот по региональной территории. Поэтому лучше не дожидаться этого момента и уже, так скажем, если вы получаете налоговую льготу, вот здесь удаляется. Как раз, да, по отгодному кредитованию и по промышленной апотеке хотел бы, как раз, тоже там предложить, просто со многими сейчас они остаться обсуждали, и сейчас вот мы договорились, что в результатах, среди материалов к итогам этого обсуждения и этого освещения мы в том числе распространим информацию о программе, о которой говорила льсенатуре. Вот, сейчас еще вопросы есть. Спасибо за такую возможность. Сейчас можно как раз обменяться мнениями. Много вопросов вижу, что есть. Желаю, если просто... Большой ответ это вот к тому, что сейчас Денис Геннадьевич прокомментировал. И вот этот кейс со Станкомашем. Не хочу сейчас пытаться оспаривать тот план, который главный институт на Минтере, но просто еще раз обратите внимание. Это пример того, как универсальная система аккредитации имеет минус некоторых парк. Учесть особенности всех невозможно в одной системе. Вот, допустим, вот видите, какой пример. На Машу не смогли... Пострадал, во-первых, парк пострадал от этого. То есть там, ну, просто они вынуждены... Были там несколько резидент. Несколько десятков, несколько десятков рублей налогов пришлось там возвращать потом. Страх от суды неприятная история. Вот, то есть, с одной стороны, я хотела помочь, в итоге это, по идее, там уже говорили, да это, может быть, и не надо было вообще с этим связываться. Вот. Следующий пример приведу. Это ревизор. Вот, допустим, захотим мы сейчас агроиндустриальные партии так решать. Допустим, даже хорошо, федеральный министерство скажет, ну, мы пока не готовы, может, в следующем году пословно подумать, хотя я уверен, что неизбежно мы к этому придем. Ну, допустим, губернатор решил, сказал, я себя развиваю в таком интегральном регионе. Выпустил нормативную базу, все. И говорит, я все, кто агроиндустриальные партии, делаю, даю на уголь. Гот он сидит, там еще что-то. Ну, и все, к нему на следующий день придет и прокуратура, и счетные, и кто-то, к ним придет, скажет, на основании чего-то даешь. Они не аккредитованы. Так он говорит, это агроиндустриальный парк, видом индустриального парка. По национальному стандарту он является видом индустриального парка. Но он никогда не пройдет аккредитацию, потому что у него в составе земли агроиндустриального парка. Просто это еще один пример того, что в принципе вот лидеральный подход, который был, он не какой-то плохой. Может быть, каждое ведомство, которое свою дуботу дают, может функциональну требовать непосредственно к тем, с кого он собирается поддержать. Потому что он может быть один. Ну, сложный вопрос еще раз. Просто какая была? Денис, да, я тоже прокомментирую. У нас в нашей программе есть агроиндустриальный парк. И я здесь не вижу никакой проблемы. То есть мы можем в требованиях написать к ним точно так же. Это как раз работа сообщества, работа ассоциаций. Скажите нам, чем дополнит требования? Для того, чтобы у нас ни один объект не выпал из аккредитации. В принципе, важность того, чтобы мы не потеряли объект. То есть мы не формализмом хотим заниматься. То есть наша задача как раз не потерять ни один объект и дать всем возможность участвовать в субсидиях и создаваться. То есть у нас нет задачи в том, чтобы кого-то выкинуть, для того, чтобы теперь не соответствовать вращению субсидий. Мы с вами уже обсуждали. И в принципе, если вся задача включить, то 30% написать не пост. Да, добрый год. Спасибо за это. На самом деле это действительно решение, которое сейчас будет оптимальным. Я с этого тоже начал. Я думаю, что многие члены ассоциации будут про это говорить. О том, что раз мы делаем ставку на единую систему аккредитации, то, конечно, сейчас надо вернуться к требованиям к индустриальным паркам. И посмотреть, Таня. Большое спасибо за готовность по агро. Здесь вот маленький такой. У нас же есть еще вторая, так скажем, тема. Это технопарки. А там ситуация еще гораздо. Уже здесь у нас устоялось требование уже до угрого приезда. По технопаркам порядка 27 разных названий. Промышленный, агро, биотехнопарк, технологические долины, технополисы. Это огромное количество. И позиция, когда говорили, управлялась администрация в президенте. И давайте законодательно закрепим, что можно просить, что-то 3-4 технопарка. Из-за технологий, дядюшник, промышленный, где промка. Который, где идет сейчас создание полигонов по переработке отходов, это эко-технопарк. И детский. Уже больше никаких названий в России быть не может. Потому что уже надоело им мониторить ходить нас и спрашивать. Каждый раз разные ведутся по-разному. Разные названия. Получается, в Москву 50 объектов называются технопарками. В том числе и в них там уже сегментация внутри пошла. В связи с тем, что разные заместители губернаторов пытаются у друга, так скажем, те или иные объекты начать создавать, либо, что называется, взять и начать курировать. И это каким образом делать? Просто новыми названиями. Звонит в Москве, говорит, да, ну вот промышленный технопарк вышел, и вот эти мы назовем просто по-другому. Технопарк 2.0, примерно. И все. И дальше новое пошло законодательство в Риге и так далее. Это не привносит ни инвестору, ни никому понимание, что это такое. Поэтому у нас, вообще говоря, по технопаркам, скорее всего, он придет к тому, что просто ограниченное количество названий, которые можно использовать в России. Здесь, как раз касательное требование к инвесториальным паркам, мы нашли решение, это было вот именно в результате диалога внутри года, внутри сообщества, не плодить какие-то новые визы, то есть инвесториальный парк, инвесториальный парк, просто предусмотреть в нем разные типы. Здесь вот, и мы сразу в национальном сандарте это прописали, это было абсолютно неогласно, хотя на общем собрании ассоциации, что агро-промышленный парк, это видимо достоинственного парка. То есть с точки зрения статуса, никакое значение, просто при аккредитации, допустим, да, или ассоциации, вы можете учитывать определенные темы, например, что если там и так, да, он получит в итоге тот же статус, но он может там 30%, то есть в Коске, в Коске, в Коске, в Коске, и все, что-то еще. Там есть тоже предложение по статусу, вообще по требованию ассоциации, я думаю, что коллеги еще не затронут в этом свечении. Давайте пока наши участники не все прошли на свечении, я знаю, повесен, собирается дальше, поэтому можно, да, вопросы? Я вижу уже несколько желающих, микрофон, перейдите, пожалуйста. Спасибо, Евгений Луктионов, ОСЗ «Рипец». Хочу поблагодарить очень интересное и познавательное выступление. У меня вопрос к Олесе, если можно вернуться на слайд с 316-го постановления, прошу прощения, может быть, узкий вопрос? Я думаю, для многих будет полезен сразу разобраться на входе, для того, чтобы понимать, как лучше создать 316-го. Если можно, поясните нам, пожалуйста, по поводу незаконченных проектов на момент подачи заявки, то есть если есть на сегодняшний день незаконченный проект, но конкретно на подачу заявки мы все там завершили, мы можем претендовать на субсидии или нет? И есть вопрос по 20% собственного участия. За собственное участие что считается? Собственное участие — это внебюджетное средство. Это понятно. Это только чистая прибыль или доходы от коммерческой деятельности? Это доход, может быть, от коммерческой деятельности. Не обязательно чистая прибыль. Да, но это точно не трансфер из регионального бюджета. Я услышал. Да, да. По пятому пункту это относится к двухлетним проектам. То есть когда у нас регион, в 19-м году, например, получил финансирование по двухлетнему проекту. И он раньше по нашим требованиям, он не имел права, пока он не завершит этот двухлетний проект, вообще, в принципе, даже к нам приходить. Сейчас мы смотрим его в течение года. И если он все свои обязательства соблюдает, то через год, несмотря на незавершение двухлетнего проекта, он может к нам прийти. В вашем случае у вас идет проект по другой, по другим требованиям, по другой линии. И вы им можете претендовать. Но вы сначала со своими разберитесь на концерт. Здесь я знаю. Спасибо за ответ. Я получила. Доброго дня. Сергей Маскетин, Батарстан. Наверное, колеса Анатольевна, вопрос. Не совсем четко понял про необходимость аккредитации промпарков, которые участвовали в нацпроекте в первые годы, например, в 2019-м, или не участвовали, ну, то есть получали субсидии Минэка до нацпроектов, потому что в 2020-2021 все понятно. Это становится не отъявленным успехом. А вот с предыдущей как? Надо будет пройти аккредитацию. Это было требование ко всем, кто получал связь с федеральным бюджетом по нашим программам. Понятно, услышал. Еще, может быть, вопрос на Денису Геннадьевичу. Прозвучало несколько слов удобства, комфорт, DC. И вот у меня, честно говоря, вопрос аккредитации. Если это будет проходить вне DC, в какой-то другой системе, это значит, что парки должны заполнять какие-то сведения, там будет немного форм электронной, да, и пригреблять какие-то документы. Как сказал там мой коллега, даже интеллектуальный копипаст требует времени, усилий. У нас куча разных порталов, в которых мы вносили информацию, да, разное время. Региональные агентства мест развития, собственный парк, там, сайт управляющей компании, да, Минпромторг, Минэк региональный и так далее. Все это, естественно, несинхронизировано, все требует актуализации. У меня возникла мысль, почему, например, это не сделать, ну, скажем, в той же самой ГИСИП. На мой взгляд, процедура могла бы выйти в следующий раз. Мы все равно там заполняем поля, мы все равно там вносим данные по нашей энергетической мощности, в свободных площадях, все что угодно, да. Можно предусмотреть там, что называется, скрепочку, да, к которой прикрепляется подтверждающий документ, да. И, на мой взгляд, нажатие кнопки «Подать на аккредитацию», например, в той же самой ГИСИПе, отправлял бы, например, к специалистам, которые проверяют это. Сперва какая-то там формальная проверка, что называется, простой чек-лист, да, то есть соответствуют ли цифры, которые указаны в поле, документу, который приложен, если формально это не соответствует, отклонить и там, извините, как-то дополнить, да. Второй момент, раз уж мы затронули синхронизацию, мне бы, конечно, хотелось, чтобы остальные пользователи информации, статистика, ФНС, региональные органы власти пользовались данными одного какого-то ресурса, прошедшего все-таки какую-то рефикацию. Допустим, это будет единый госресурс, допустим, это будет ГИСИП, да, потому что даже сейчас, извините, зайдите куда-то на сайт, нам предлагают варианты. Зайти через Google, зайти через Яндекс, потому что мы еще аккаунты, мы уже, ну, с количеством аккаунтов, вот это для упрощения такое предложение. Я, может быть, даже не ответы сейчас попрошу, просто хотел, попросил бы об этом подумать, потому что это тоже, ну, тело движения, тоже ресурсы, тоже, раз уж мы говорим, о единой, актуальной, верифицированной какой-то системе, да, там, ну, вот об этом, спасибо. Ну, вот, Виталий Павлович уже сказал об этом, что в связи с поручением президента, одно из них касается того, чтобы мы сделали единую систему мониторинга. Мы поднимем ГИСИП и сейчас начали двигаться вместе с мыслями на развитие, чтобы наша общая система, дальше создали межресные комиссии с другими ведомствами, также всех туда, условно говоря, подстилем со своими объектами заходить. Каким образом мы это сделаем? Мы это и соглашение о предстоянии субсидий в качестве обязательного условия для получения ключей в рамках наших поездных мероприятий, федеральная круга с регионами и министрами, их попросим настойчиво, так скажем, и системой пользоваться. Но для того, чтобы это все делали синхронно, мы также постараемся закрепить идеальный статус за этой системой и распоряжением правительства, чтобы все регионы и органы власти пользоваться и обеспечить, и ставить на сцену, которая там размещается. Ну, а Сергей, еще небольшой комментарий. С моей стороны, ты абсолютно правильно подметил, что мы много раз одну и ту информацию в разные окна забиваем, как мы не стремились, но окон все равно много. И социальных сетей много, где сейчас, например, там есть, Facebook, есть, кто-то, есть, Instagram и так далее. И это не значит, что чем больше тебя в разных таких историях, тем, наверное, лучше. Поэтому мы и получим синхронизацию, и единый образ данных, но окон все равно останется много разных путей, как ты вводишь информацию. Я на лицу традиция, ассоциации, еще что-то. Поэтому мы, например, понимая это, предусмотрели, вот, ну, здесь, чина, а не знаю, что мы сейчас отпускаем в разработку нового, если у вас там, портала, обыденностью в России, и вот это как раз будет продвижение информации. Так вот первое, что мы сейчас закладываем в техническом модели, это возможность всего интеграции с системами. Следующий, сейчас мы как только прототип получим, я приду, как и получу, как и так вот. Согласу, пожалуйста, как мы сделали для себя кнопку загрузить данный DC, просто одним нажатием все, что ты запомнил, действуй профи. Это вот то же самое, как на некоторых сайтах зайти через Facebook, ты просто нагреси, нажмешь кнопку и туда выгрузится все, что ты раньше туда вносил и так далее. Мы это изначально технически предусматриваем. Ну и если согласие будет, то, соответственно, и в обратную сторону можно будет это сделать. Это просто способы продвижения информации о результате. Здравствуйте, Радыгина Светлана, индустриальный парк развития. Олеся, Анадонина, можно буквально коротко. На Оск понедельник была, вы прям… Вы нас огорошили, это отличная новость, потому что действительно это были две параллельные линейки и, внизу, знаю, в лечении документов в 794 и 316, импитацию пройти даже сложнее, пакет документов больше, хотя автоматом в языке финансовый вверх… У вас целый год впереди. Вот я как раз хочу уточнить, на конкурс 2021 года еще раз аккредитация пока не обязательно будет. На конкурс мы не будем это смотреть. Ну, то есть это не будет…